Небанальная кухня Павлова Развею осеннюю тоску, приготовлю вкусную треску Вот такое стихотворение у меня зародилось, друзья мои Потому что сегодня действительно хорошая, отличная, я бы сказал даже, да Северная рыба у меня в гостях, это треска Филе трески, из которого я приготовлю очень вкусный, питательный, полезный и небанальный суп Для этого мне потребуется рыба Поэтому я вот так ножом снимаю те части, которые мне не нужны Точнее я снимаю те части, которые мне нужны Вот, освободил легким движением ножа рыбу И вот такое филе без кожи, которое вы, наверное, чаще всего видите в магазинах У меня получилось Дальше, лук-порей Я решил добавить в суп вот такой лук Его можно, я думаю, что без проблем купить в любом магазине Возьму белую часть, вот такую красивую Лук-порей, он имеет свой неповторимый привкус И у него нет такого сильно выраженного вкуса и запаха, как у репчатого лука Поэтому сегодня в моем рецепте он будет уместен Возьму картофель Картофель мне будет служить неким закусителем в моем супе Все натуральное, между прочим Никаких добавок химозных Ну что ж, казалось бы, обычный суп из трески Ну, скажешь, ну что этот суп, мы делали всегда Суп, ну что ты И да, и да, и да, переключимся на другой канал Нет, друзья мои Не все так просто Суп из трески я буду делать Во-первых, это будет крем суп из трески А во-вторых, этот суп я еще украшу кнелями из печенки трески Помимо того, что треска очень полезный диетический продукт Это еще и стопроцентный полноценный белок Она содержит аминокислоты Минимальное количество жира Очень хорошо усваивается И, могу вам сказать, ничуть не уступает своими характеристиками полезными мясу Поэтому, если вы все-таки хотите понабраться сил и здоровья Чаще включайте в свой рацион вот эту прекрасную рыбу Но суп я свой дополню сегодня еще кнелями из печенки трески Печенка трески не менее полезна, чем сама треска Потому что все вы, наверное, знаете вот этот вот преслоутый, но полезный рыбий жир Вот я вам скажу, что рыбий жир чаще всего делают из печенки трески Ну ладно, хватит теории, я вам расскажу, что я делаю Итак, я взял, нарезал лук-порей Взял картофель Немного чеснока И теперь я включаю конфорку Вот такая кастрюлька У меня здесь стоит, здесь ничего нету Никакого обмана, посмотрите Налью сюда немного масла растительного И картофель Сейчас я его нарежу вот так вот хаотичным способом абсолютно, да Потому что мне картофель нужно просто слегка обжарить для вкуса Единственное, что я его режу некрупно, если вы заметили Чтобы он быстрее обжарился Вот я возьму Так быстренько его нарежу Аккуратно берегите свои пальцы Я тоже человек бывалый Картошку резать умею Вот возьму еще половинку, половину уберу Ну вот Смотрите, что получается Треска Лук-порей Картофель И чеснок Это пока те ингредиенты, которые я буду использовать В приготовлении крем-супа из трески С кнелями Из печенки трески Итак, обжариваю картофель Обжариваю картофель на растительном масле На большом огне Для того, чтобы процесс пошел быстрее Также добавляю Лук-порей Вот так вот Чтобы это все у меня обжарилось И Немного возьму Чеснока Чеснок вот так вот раздавлю Для того, чтобы сразу же мне его Удобно порезать И отправляю его Соответственно, также В кастрюлю Добавлю немного еще масла Для того, чтобы все жарилось Парилось Так Ах, как вкусно Жарится у меня лук Чеснок И картофель И теперь я возьму Пока у меня это все дело шкварчит Возьму семена Фенхеля Очень интересная приправа Очень ароматная приправа И Фенхель очень хорошо сочетается Со всеми рыбными продуктами Со всеми рыбными блюдами Которые Можно приготовить Итак Растер Вот в такой ступке Фенхель Посмотрите Очень, кстати, хорошая, удобная вещь Всегда пользуйтесь ей Продается в магазинах Очень здорово работать с ней Приправы становятся просто Играют по-новому Когда вы пользуетесь Такой ступкой Ну что ж Если вы обратили внимание Уже в кастрюле у меня Поджаривается картофель Лук Чеснок Все это сопровождается Запахом фенхеля И теперь я Положу сюда Рыбу Рыбу Также вот я Порежу Совершенно В произвольной форме Мне просто Надо ее немного Обжарить Возьму второй кусочек Я сегодня очень голоден Поэтому я хочу Сделать Побольше супа Вот Треска Очень диетическая рыба Ее можно есть В любых количествах Даже людям Которые любят Все-таки поесть На ночь Я думаю Что Не воспрещается Поесть кусок Съесть кусок Этой рыбы Потому что Действительно Содержание жира В ней минимальное Добавлю много масла Поэтому можно Эту рыбу есть В любых количествах В любое время Дня И ночи Теперь я возьму Лимон И натру его Прямо В кастрюльку Вот сюда Смотрите Казалось бы Суп с лимоном Но что это такое Что за извращение А нет Если взять немного цедры При приготовлении Вот такого вот Рецепта То поверьте мне На запах На вашей кухне Сбегутся Все ваши Соседи Смотрите Обжарил Овощи Также здесь у меня рыба И сейчас я добавлю Немного Белого вина Я думаю Что белое вино Сейчас Не дефицит Если В Советском Союзе Наверное Вино Которое было на кухне Его было принято Только употреблять внутрь То теперь Я надеюсь Что все таки Эстетика Приготовления пищи Дошла до такого Что вино Можно с легкостью Добавлять В кастрюлю И это никого Не смутит Немного добавил Белого вина Сейчас Протушится у меня Протушится у меня рыба Вместе с овощами Которые уже поджарились Какой аромат Друзья Вот очень жалко Что телевидение Не передает ароматов Поэтому Могу вам сказать Что Вы много потеряли Но Приготовьте дома Приготовьте дома Вы поймете Что это очень вкусно Немного выпарил вино И теперь я добавлю Сливки Если на самом деле Вы Не употребляете Молочные продукты Можно сливки Заменить Просто обычной водой Я вот сейчас Добавлю немного воды Для того чтобы Суп был не такой Не такой густой Но тем временем Пока суп у меня закипает Я возьму Печенку трески Посмотрите Вот такая вот печеночка Красивая И я сейчас Сделаю из нее Кнели В чистом виде Конечно печенку есть Не очень вкусно Не очень приятно Да и много ее не съешь Поэтому Я возьму Вот такой вот кусочек Печенки Добавлю К этой печенке Сливочный сыр Можете брать Любой сливочный сыр Который вам нравится Вот Сейчас переверну досочку Для того чтобы мне можно будет Для того чтобы мне можно было Нарезать Тимьян Я возьму тимьян Для приготовления Кнелей Тимьян очень хорошо подходит К рыбе Поэтому он будет здесь Вполне уместен Вот Пройдусь по нему ножом Чтобы Измельчить его Смотрите Супчик уже кипит Я вот Немного убавил огонь Чтобы он у меня не сгорел Потому что все таки сливки Могут подгореть Добавил Тимьян И Все таки немного еще добавлю Цедры Цедры Лимона Чтобы была Такая небольшая Кислинка И приятный запах Вот так И теперь возьму Просто вилочкой И аккуратно Вот так вот Разомну Печенку Трески Получился Вот такой вот Фаршик Со сливочным сыром Из которого я потом Сделаю Кнельки Остались считанные минуты До готовности Супа Теперь я возьму Вот такой багет Мой крем-суп Будет Очень хорошо Сочетаться с греночками Поэтому я сейчас Возьму Вот этот вот Кусочек Хлеба Белого Белого багета И быстренько Его подрумяню На сковородочке Пока у меня Сковородка Нагревается Для Моего Крутончика Для моего Сухарика Я наверное Уже Готовый Готовый суп Измельчу В блендере Итак Блендер И прямо вот Прямо здесь В кастрюльке Я его Измельчу Для того Чтобы была Ровная Хорошая Консистенция Вот такая Консистенция Однородная Консистенция Получилась У меня В кастрюле Сковорода моя Нагрелась Добавлю Немного Растительного Масла И вот Прямо так Хлебушком Разотру Масло По сковородке И оставлю Его поджариваться Пока у меня Поджаривается Я могу Наверное Уже Взять тарелку Треска Как и любая Морская рыба Содержит Очень большое Количество Йода Которое Необходимо Нам Для мозговой Активности Поэтому Друзья мои Если вы Чувствуете Что тупите Вот как Сегодня я Например То потребляйте Треску И радиация Вам не страшна Итак Тем временем Хлеб у меня уже Поджарился С одной стороны Пока у меня Подрумянивается С другой стороны Я вот Уже Могу налить Суп В тарелку Вот Раз Два И еще Немного Вот так Три Здорово Хлеб Поджаривается И Теперь я Возьму Две чайные ложечки Для того Чтобы мне Приготовить Кнели Смочу в воде Чтобы было удобно И вот таким образом Делаю Вот такие симпатичные Кнели Из печенки Трески Выкладываю На суп Так Смотрите Получается Полноценное Блюдо Суп Из трески Который Сопровождается Кнелями Из трески И кусочек Кусочек Подрумянинного Хлеба Все Хлеб уже готов Я посыплю его Немного Семечками Размолотыми Фенхеля И Могу вот так Вот его Немного Обвалять И положить К супу Все Пару капель Оливкового масла И Пару лепесточков Свежей Петрушки Вот такой Красивый Посмотрите Интересный И очень вкусный Суп У меня Сегодня Получился Готовки Из обычных Продуктов А я пошел Есть свое Творение Пока Пару капель